Балалайка начинает пользоваться популярностью, встает на ноги, можно сказать. Но почему? Опять же, это из-за отсутствия альтернативы. Балалайка является таким антагонистом этому большому культурному явлению современному. И люди ищут выход какой-то для себя, и вот они находят в том числе балалайку. Она чем-то похожа, мне кажется, на укулеле, укулеле популярна, поэтому Балалайка популярна, но через нее приходит к традиционному искусству. Ай, ну сумерская игра по всей России славится, а под сумерскую игру наш атаман ломается. А под сумерскую игру наш атаман ломается. Стрельников Андрей, друзья, давайте знакомиться. Человек, который делает балалайки собственными руками, правильно я понимаю? Все мои инструменты, как бы они... Вот это да... Только это уже Андреевский, так называемый вариант. То есть балалайка вообще делится на два этапа таких вот больших. Первый это народный. Это вот этот? Долбленный балалайка, да. Который у нас просуществовал благополучно с 17 и до 19 века. Это вот, если мы верим письменным источникам. До 19 века. И в 19 веке Василий Васильевич Андреев сделал вот такую балалайку. То есть сейчас, подождите, русская народная балалайка, это вот это. А вот это новодел 19 век. Ну, грубо говоря. Новодел 19 век, сейчас 21 век. Новодел 19 век. Вообще, если да, формально, да, так и есть. Но, собственно, как Андреев-то думал, что нужно делать оркестр народных инструментов, именно про балалайки, я думаю. Его нужно было как-то не усовершенствовать, а привести к одному стандарту. Потому что возьми 8 балалайк разных, долбленных там в деревне, они будут каждый по-своему играть. Тембр разный, мензура разная, играть неудобно, выстроить сложно. Вот поэтому унифицировали. Я придумал вот такую вот систему с клепками. А клепки, это как в бочке? Да. Как вот в бандарном? Да, называется как в бандарном, а выглядит как в лютневой. Ох, какие фразами, какими бросаются. Бандарные, как будто я знаю, о чём здесь идёт. Ну, бандарь, бочки. И изобрёл, собственно, не Андреев, а изобрёл изобраление вместе. Там несколько мастеров было. Иванов по-сербски приложил руку тоже. Но, как таковой, первый один из мастеров, это вот Иванов, который первый начал делать балалайки. Это скрипичный мастер. Слушай, ну она вот прям вот у вас очень лёгкая. Лёгкая? Просто я помню свою балалайку, с которой я ходил в музыкальную школу на балалайку. На ней было написано Москва 80, и ей можно было убить. Она весила килограмм 300, мне казалось. Зато у них есть плюс, у этих балалайк. Они неубиваемые. Ими реально можно убить, и ничего с ней не произойдёт. Но её убить нельзя. Но её убить нельзя. Балалайка неубиваемая. Так, а сколько времени занимает заготовление балалайки? По-разному. Если такая вот, я её делал где-то месяц, наверное. Месяц. Ну, потому что здесь интарсия, ну, инкрустация. Это мелкая работа, которая требует очень много времени. Давайте я вам поближе покажу, что за красота у меня в руках сейчас. Вот такая вот инкрустация. Это дорогая балалайка? Да, ну да, не очень, я думаю. Ну, подождите, сколько? Сколько стоит вот такая мастеровая авторская балалайка? Не знаю, 40, может быть, тысяч рублей. 40, может быть, тысяч рублей. Я аккуратненько её поставлю, чтобы... Да это недорого, на самом деле. Просто если уралю, я же не расплачусь потом. Есть подешевле. А, это сколько? А почему подешевле? Ну, потому что интарсии нет. Я же здесь не заморачивался. Её делал, грубо говоря, там, две недели. Вот ты уделяешь времени. И потяжелее она чуть-чуть. По ощущению. Потому что у неё немножко другое дерево. Здесь всё из клёна сделано. Вот. А тут красное дерево и олива с другой стороны. А нужны кому-то сейчас балалайки? То есть приобретают у вас музыканты? Или это для кого делаете? Приобретают. И на заказ в том числе я делаю. И так вот для души, а потом на продажу. Ну, вот сколько я там, может быть, ну, с десяток сделано за последние два года. И по 40 тысяч себе купили? Не, не по 40. Вот такие. Я хотел бы топ денег считать. В районе 20 где-то. Ну, вот такой инструмент где-то там. Так, расскажите вот про это. Про эти-то понятно. Эти все видели. Вот это вот что за чудо у вас рука? Это долблённая балалайка. Собственно, моя родина находится в Тамбовской губернии, на границе Липецка-Тамбовской области. Шиншины деревни, так называемой Васильевка. И там росло дерево долгое время. Клен. Вот он вырос толстый. Мы его спилили и сделали из него балалайку. Собственно, это прям вот с моей родины. Долблённая балалайка. Выглядит она вот так. То есть это ствол. Это ствол. И из него потом вот как ложку выбирается... Да. Ну, подобным инструментом это же предполагаю. Примерно, примерно как ложку. Раскалывается бревно пополам, делается полубревно, так называемое. И делаем ложку большую. Потом приделываем залинку, накрываем декой. А если вот не обрезать, а сделать круглой, это будет... Это будет балалайка. Тоже балалайка. Тоже балалайка. У нас есть описание, собственно, балалайки, что балалайка имеет небольшой резонаторный корпус, круглый, треугольный чаще. Чаще треугольный. Ну, потому что его проще топором сделать, грубо говоря. Отпилил и прострогал. Вот. И описание о том, что есть и круглый, и треугольный, и разных других форм он тоже. То есть если круглый, в дамбро не превращается в автомат. Что делает балалайку? Балалайка, вот я так размышлял, собственно. Или домру-домру, например, или еще какой-то инструмент. Если мы домру, например, настроим на нашем доме соль, гитарный, строй, и будем играть, например, мотанию, то это будет домра или это будет балалайка? Форма-то вроде домра, а игра звучит так. Поэтому здесь, мне кажется, все-таки содержание определяет название инструмента. То, что мы на нем играем, это и есть вот этот инструмент. Если мы на домре, грубо говоря, на круглой играем, то есть мы сегодня с Сергеем Плотниковым играли Высоцкого на гуслях. Получается, это не гусли никакие, а гитара. Нет. Смотрите, здесь сложная аналогия. Аналогия ложная, потому что вроде бы как Владимир Семенович играл на гитаре. Если мы играем его песни на другом инструменте, то это тоже гитара. Нет, здесь сложная аналогия. Это работает только с балалайкой домрой, чувствуете? Давайте уже поиграем. Давайте. Будем играть, собственно, я не могу назвать район, из которого это звучит, но так называемое углышное или полуглышное. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok